А что может быть лучше золота? Человеческие отношения. Лучше золото. 21 июля вся Россия празднует День Металлурга. В этом году мы подсмотрели за тем, как работают и как выселятся золотодобытчики. Что ценят в компании друг в друге самые смелые и самые стойкие люди этой планеты? Мы как цепь. То есть если у нас одно звено будет без энтузиазма работать, то от этого ничего не получится, от этого пострадают все. Обычное утро – необычный офис, полтора километра в длину. Сечение – 18 квадратных метров, по вертикали – 100 метров под землю. Что ли не случайно? Рудник Иракинда – компания «Бурят золото». Здесь любят и применяют технологии. На участке с людьми работают три машины – самоходная буровая установка, погрузочно-доставочная машина и самосвал. Так безопаснее и быстрее. У нас компания горнодобывающая, соответственно, вопросы безопасности для нас, наверное, наиболее актуальны. Потому что если не будет безопасности, не будет здоровья наших коллег, мы не сможем продолжать эффективно нашу работу. Поэтому, конечно, для нас самое главное – это безопасность. Из сердца горы на свет поднимают руду. Она отправляется на золотоизвлекательную фабрику. Вступают в игру металлурги. Они действуют строго по алгоритму и в соответствии с лучшими практиками отрасли. В нашей работе главное не торопиться, все дело четко. Плод надо, чтобы хорошо сушить, чтобы влажность небольшая была. Лучше сделать качественно. Каждый сотрудник работает для того, чтобы добиться какого-то результата. Соответственно, насколько он эффективен в работе, насколько он ориентирован на результат, коллеги его оценивают по этим направлениям. У каждого есть личные цели и на всех есть общий план рудника. Они идут к нему каждый день, они выполняют его каждый месяц. И не важно, смена с утра или в ночь. Не важно, только заехал на вахту или скоро домой. Не важно, зной на улице или мороз. Хотя у некоторых жар на рабочем месте круглый год. Евгений Очирович уже много лет работает в температуре под 40 градусов по Цельсию. Зато в условиях севера никогда не мерзнет. Каждый новый приходящий, он в первую очередь теряется. Потому что температура большая, температура уплавления 1100 градусов. Сейчас я уже, можно сказать, на автомате сидел. Тем более я уже этим делом занимаюсь уже 20 лет почти. Для меня это интересное занятие. 20 лет на руднике. Каждый день держать в своих руках золото. Это не может наскучить. Старожилы охотно работают сами и передают свои секреты новичкам. Главный секрет это не про то, как подойти к печи или очистить слиток от шлака. Главный секрет про отношения. Из уст в уста. Из плавильного цеха во все отделы компании. Без уважения мы не можем выстроить работу в команде. Мы смотрим, насколько человек умеет взаимодействовать со своими коллегами. Насколько он выстраивает с ними коммуникации. Насколько он умеет выстраивать коммуникации не только со своим отделом, но и в целом в компании и груднике. Уважение в компании проявляется, начиная со въезда на территорию. Строгая, но вежливая охрана. Приветливый инструктор по безопасности. Хорошее общежитие, столовая и Wi-Fi. Подставить плечо друг к другу готовы все. Фельдшер-проходчику, шахтер-металлургу, начальник-починенному и наоборот. У нас мнение каждого человека выслушивается. Вплоть даже до личных проблем. Если какие-то даже дома у человека происходят неприятности, всякое бывает. Начальник всегда выслушает. Нужно тебе домой уехать. Без проблем договоришься, уедешь. Все друг к другу хорошо, то есть все на равном. Валентин на Ирокинде два года. Перед тем, как принять предложение, дотошно изучал репутацию Рудника и компании. Официальные показатели и отзывы в интернете. Цифры, кстати, были отличными. А вот отзывы не всегда. Но его это не смутило. Если и есть такие экземпляры, которые пишут, то они, скорее всего, недобросовестно сами относились к своей работе, к своим коллегам. Это был их выбор просто. С такими людьми нам не по пути. Как бы это ни было, от таких людей и толку нету, и желательно в хорошем коллективе таких не держать. А это чистая правда. Работа горняков, металлургов, сервисных служб на Руднике тяжелая, сложная и опасная. Цепочка должна быть крепкой, звенья надежными, как золото на финансовом рынке. Сотрудничество, да. Конечно. У нас командная работа. Каждый отдел состоит из некоторого количества человек, которые между собой, соответственно, взаимодействуют. И мы не можем оценивать человека только по его труду. Мы оцениваем человека, как он работает в команде. Например, проходчики. В бригаде их три человека. И каждый из них носит вклад в работу своей бригады. Плавильный отдел, да. Там работает не один плавильщик, работает команда. Плавки металла. Наш фельдшер, который знают абсолютно все сотрудники нашего рынка, оказывает очень большую помощь в нашей работе, потому что именно с нее начинается рабочий день наших коллег. Она первое утром встречает их, и вечером также она их провожает на отдых. Вместе за золотом и вместе за эмоциями. В честь Дня Металлурга коллективу устроили квест. Впрочем, квест не хуже у них каждый день. Длится он целый год, и призы достаются самым упорным и удачливым. Мы награждали сегодня лучших соработников, которые показали наилучшие результаты работы за прошедший период 2019 года. И награждали сотрудников, которые по итогам голосования всех коллег выиграли номинацию «Золотой сотрудник». В данной номинации участвуют коллеги, отработавшие компании не менее двух лет. И оцениваем мы их по четырем нашим ценностям. Это уважение, безопасность, сотрудничество и эффективность. Призы соответствуют уровню компании. «Золотой сотрудник» получает в награду путешествия в любую страну мира. Но билеты, отели, города – это все потом. Сначала слова признательности. Я горжусь собой, если честно. Я работаю здесь четвертый год, и их здоровье в моих руках, можно сказать. Я единственный медработник на этом руднике, на данный момент, именно здесь, на территории деревни. И, возможно, кто-то, наверное, оценил, кому-то помогла, кого-то вылечила. Мне нравится работать, да. Руководители очень хорошие. Нет у нас, у нас действительно придерживаются вот именно этих всех ценностей, ценностей компании «Нордголд». Компания делает все, все для работника, чтобы было всем комфортно и удобно. И в быту, и социально, и как бы у нас и питается хорошо, и одевает нас хорошо, скажем так. Как закончить этот рассказ? Никак, потому что работа продолжается. Наличие золота в руде подтвердили еще на несколько лет. Энтузиазм сотрудников хватит на десятки, а их дружба достанется еще и внукам. Точку ставить не будем. Обойдемся эффектной запятой из тысячи огней, которая осветила ночное небо над Иракиндой. Субтитры создавал DimaTorzok